За два года работы в этой психиатрической больнице я научилась подходить к чужой реальности с глубоким уважением, не используя свою как показатель нормальности. Я поняла, что границы, очерчивающие реальность каждого, гораздо более эфемерны и гибки, чем можно себе представить. Сеньора А. Медсестра. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и Гера, и проект об исследованиях заброшенных мест Follow the Ghosts. В одном из предыдущих видео мы уже показывали вам заброшенную психиатрическую больницу в Италии, и сегодня хотим рассказать про еще одну, и также в Италии. На этот раз видео получилось долгим и насыщенным, потому что мне удалось найти очень много информации не только о самой больнице, но и о людях, составивших ее историю, о врачах и пациентах. Хочу напомнить вам, что представляли собой больницы такого типа в Италии. На тот момент это были одни из самых страшных мест, которые только можно было себе представить. Туда ссылали не только больных и по-настоящему опасных для окружающих людей, но и всех тех, кто был просто неугоден обществу. Сирот, алкоголиков, путан и всех, кто как-либо мешал или провинился. Потому что, попадая в такую больницу, человек утрачивал все свои гражданские и политические права. Грубо говоря, становился никем, порядковым номером, с которым могли делать все, что угодно. В период войн и развивающейся медицины это было очень удобно. Многие из известных специалистов на то время, знаменитых докторов, работали в больницах такого типа и, проводя эксперименты, развивали медицину. Если ты попадал сюда, дороги назад уже не было, ворота закрывались навсегда. И этот ужас был остановлен только в конце 70-х, когда вышел реформаторский закон Базалии, упразднивший заведения такого типа. Если бы человек с небольшими психологическими проблемами оказался бы в таком месте, то вряд ли бы он когда-либо отсюда выбрался. Хорошо, что сейчас есть способы разобраться в своем состоянии с помощью надежных специалистов. Если вас, как и меня сейчас, одолевает осенняя хандра и другие неприятные эмоции, самое время заняться своим психологическим здоровьем. Я бы хотела порекомендовать вам онлайн-сервис психотерапии Ясно, где можно найти психолога. Специалист поможет вам справиться с тяжелыми переживаниями и пройти через темные жизненные периоды. В Ясно все психологи проходят личное собеседование, имеют подтвержденное образование. У сервиса есть отдел, который следит за соблюдением этического кодекса. Было здорово на первой же сессии проговорить со специалистом свои опасения и убедиться, что к установленным правилам относятся серьезно. Все сказанное на сессии остается только между вами и вашим психологом, а у сервиса даже нет технической возможности что-то услышать или увидеть. Консультации проходят онлайн в удобное для вас время и в комфортной обстановке. Это, кстати, мне понравилось больше всего, потому что дойти до кабинета специалиста и раскрыться в неизвестной для тебя обстановке иногда бывает очень сложно. А тут ты дома можешь дать волю эмоциям, при этом оставаясь на связи со специалистом, поддерживая с ним зрительный контакт. Особенно это ценно, если вы живете в небольшом городе, где порой бывает так сложно найти подходящего специалиста. Или же, как я, оказываетесь в другой языковой среде, а общаться на подобные темы все-таки проще на родном языке. При регистрации вы можете указать предпочтительное направление, например, гештальт или КПТ-терапия, а также указать пол психолога. Система предложит 12 специалистов на выбор, и цена будет соответствовать их опыту работы. На сессию можно прийти со своим партнером, если, например, вы хотите разобраться в отношениях внутри пары. После того, как ваш запрос сформирован, вам предложат несколько анкет на выбор, и вы сможете выбрать того, кто вам понравился. А если вдруг специалист вам не подошел, то его можно поменять. Так бывает, и это тоже часть процесса. Но мне повезло сразу. Мне попался чуткий и внимательный к моему запросу специалист. Конечно, работа с психологом – процесс небыстрый. Но иногда бывает и так, что уже после первой консультации человеку становится легче. Так что сервис ясно, искренне рекомендую. Тем более у моих подписчиков по промокоду FOLLOW будет скидка 20% на первую сессию. Его нужно будет ввести в самом начале при регистрации. Пользуйтесь и заботитесь о своем ментальном здоровье. Это одна из самых главных вещей, которые у нас есть, как мы увидим в сегодняшнем ролике. Заброшенная психиатрическая больница, в которую мы с вами сегодня отправимся, находилась на севере Италии и носила славу одной из самых безопасных и охраняемых. Итак, поехали! Чтобы сразу с утра пойти смотреть больницу, мы решили заночевать поблизости. Места вокруг и правда были глуховаты. Поля да маленькие деревни. Удаленность от больших городов при строительстве психиатрических больниц на то время часто учитывалась. Больные люди пугали здоровых. Конечно, со временем это сгладилось, и пустырь вокруг заведения заполнил разросшийся ближайший городок. Утро у нас началось в небольшом лесочке у реки. И позавтракав, мы с Вадимом, Лео и Герой отправились смотреть больницу. Приехав, мы заметили, что ее окружал высокий железный забор. Прямо напротив располагались магазины и просторная парковка. Но из-за раннего утра пешеходов было не слишком много. Мы оказались посреди разросшейся растительности и затерянных в ней зданий комплекса, пытаясь найти вход. И вот, наконец-то, удача нам улыбнулась. Как всегда бывает в психушках, они огромные. И очень много времени тратишь на то, чтобы просто найти вход. Кажется, он нашел. Посмотрим. Зайдя в здание, мы сначала попали в комнату, заставленную различной техникой. Не все ее предназначение нам было понятно, не считая старых стиральных машин. Субтитры создавал DimaTorzok Мы прошли дальше и очутились в разветвленной сети коридоров, связанных между собой переходами и лестницами. Иногда посреди коридора можно было встретить преграждающий путь кровать, или шкаф, или даже газовый баллон. Вандалы разломали и раскидали, где смогли, остатки мебели и документов. Комплекс был огромный, и все его здания между собой соединялись. После нескольких минут блужданий мы уже не понимали, где именно находимся. Только этаж все еще был первый. И вот случайно мы вышли в закругленный коридор с камерами-клетками лишь по одной стороне, где содержались, как мы предполагаем, самые буйные пациенты. Конечно, изрисованные глупыми рисунками и надписями стены уже не производили такого гнетущего впечатления, как это должно быть было раньше. Но сама структура поражала. Комнатушки были небольшими, и в них были сглажены все углы. Это сделали для того, чтобы пациенты, находясь в очередном припадке, не навредили себе. Вот, здесь мы идем. Но сейчас здесь царила тишина. Больше никаких криков и стенаний. Тишина и только шелест листвы, еле различимый сквозь разбитые окна. По другую сторону от коридора, за стеной, был небольшой внутренний двор. Длинные коридоры вели во все стороны и несколько раз нас запутали. Темные комнаты были в основном полупусты, но иногда среди них попадались и полноценные палаты с несколькими кроватями. КОНЕЦ ПОДОЛИГО ВЗДАТСИЧЕСЬ ТАКСА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дойдя почти до центра комплекса, нам на глаза попалась дверь за железной решеткой, ведущая куда-то в подвал. Конечно, мы решили туда заглянуть. И очутились в катакомбах, растянувшихся, скорее всего, по всей площади больницы. Над головой мерцали зажженные лампы. Вот уж не ожидаешь такого от заброшки. Но на самом деле, возможно, при включении загоралась сразу вся система ламп. А одно здание комплекса все еще функционировало. Чувствовали себя мы довольно странно в такой обстановке. Сразу представляются сумасшедшие доктора, перевозящие по этим длинным коридорам привязанных к кушеткам пациентов, чтобы доставить их в комнаты, где будут проводиться опыты. Лампы над головой подмигивали, словно бы согласны с нашими догадками. Не желая встретить здесь кого-то из работников, мы лишь немного прошлись по бесконечному коридору и вернулись на землю. Здесь снова было тепло, солнечно и заброшено. Субтитры создавал DimaTorzok Найдя лестницу на второй этаж, мы стали подниматься по ней. Множественные помещения и комнаты различных размеров. Были ли это палаты? Или медкабинеты? Или комнаты для экспериментов? Сейчас это было не слишком понятно. Где-то еще мы находили оставшиеся стоять кровати. Где-то офисную мебель. Где-то какие-то аппараты. Как, например, этот старый кардиограф. КОНЕЦ КОНЕЦ Пройдя еще дальше, в сторону центра комплекса, нам даже попалась обувная мастерская. Станки и валяющаяся повсюду обувь разных стадий готовности. Много ботинок лежало в оставленных тут же мешках. На внутренний двор выходили широкие балкончики. Маленькая часть здания со стороны фасада все еще использовалась. И мы решили туда не приближаться. Здесь с высоты открывался вид на заросший внутренний двор, где когда-то прогуливались пациенты. Да на церковь, возвышающаяся над всем комплексом. Несколько лет назад в ней еще раз в полгода проводили службы и пускали людей. Но сейчас и она оказалась брошена. Мы зашли в распахнутые двери, рассматривая росписи на стенах и на своде над алтарем. После церкви следовала вторая часть комплекса, симметричная первой. Пройдя мимо круглого колодца, оставшегося здесь еще со времен старинного монастыря, мы зашли в пустые помещения. Состояние этой части оказалось гораздо более ветхим. Где-то случились обвалы, где-то стены избороздили трещины. Но главное отличие было в следующем. Казалось, что эта часть комплекса является гораздо более старой. То ли обвалы, то ли начавшиеся работы обнажили изначальную кладку стен, уходящую длинными округлыми туннелями на все четыре стороны. Мы выбрали тот, который должен был провести нас насквозь. Никаких комнат и кабинетов, как мы видели в первой части, тут не осталось. Как и приборов и мебели. Разве что мы случайно заметили то ли старую камеру, то ли геодезический прибор. Если вдруг среди вас есть знатоки, напишите в комментариях, что это. По коридору мы дошли до части, где должна была быть вторая ротонда с палатами для опасных пациентов. Но, к сожалению, она оказалась замурована. Делее машин. Когда мы уже возвращались назад и снова оказались, в первой части комплекса, мы услышали голоса. Кто-то оживленно переговаривался на итальянском. Из-за эха в пустых коридорах мы не сразу поняли, на каком из трех этажей находятся люди. Но вдруг увидели мелькнувшие в проходах тени. Так, кажется, нам надо затаиться. Мы были уверены, что приближающиеся люди – это не другие исследователи. Скорее всего, они были сотрудниками той части больницы, которая функционировала. Люди оживленно что-то обсуждали, но не зная итальянского, мы могли только предполагать. Казалось, что они осматривают пустующие помещения и прикидывают, что из них можно сделать. Их было трое или четверо человек. Когда они проходили мимо, мы осторожно, параллельно им, переходили из комнаты в комнату, мельком замечая движение в дверных проемах. У них были костюмы, сказал Лео, единственный из нас, кто смог разглядеть проходящих людей. Мне кажется, это какие-то начальники директора, но никак не простые рабочие. Люди удалились к церкви, спустившись по внешней лестнице во внутренний двор. И мы решили не играть с ними больше в кошки-мышки и вернуться к машине. Тем более, нужно было проверить оставшуюся на страже Геру, которая перелезть через высокий забор не могла. Пока мы гуляли с Герой и зашли выпить кофе в ближайшую кафешку, я решила пересмотреть какой-нибудь фотоотчет других фотографов, бывавших в этой больнице. И тут я увидела на снимках комнаты, которых никто из нас не нашел. Ну вот, как мы могли их пропустить? Сокрушалась я, найдя снимки кабинета с оставленным манекеном и оборудованием. Или из детской секции, где до сих пор должна была находиться маленькая кроватка на фоне скрутившихся от влажности на стене постеров. Мы должны вернуться. Конечно, никому не хотелось возвращаться. Попадаться людям в костюмах тоже не хотелось. Тогда мы решили дождаться полудня, когда все должны были удалиться на обед и еще раз быстренько оббежать оставшиеся части комплексов. В общем, мы подождали, пока чуваки свалят на обед. И идем заново смотреть, искать комнаты, которые мы еще не видели. Вернувшись привычной дорогой, мы стали теперь уделять внимание каждой комнате на пути. Снова разделились до быстроты поиска. Но никто из нас так и не нашел эту комнату с манекеном. Поднявшись на третий этаж, мы отыскали что-то вроде зала, где происходили театральные репетиции. Там все еще остались висеть афиши тех годов. Спускаясь обратно на второй, мы снова услышали голоса и какую-то возню, как будто двигали мебель. Решив не обращать внимания и быть осторожными, мы продолжили осматривать комнаты. И тут нам наконец-то попалась та самая детская. Голубая стена со свернувшимися на ней в форме треугольников плакатами. Только никакой кроватки уже и следа не было. Вместо нее дурацкое черное граффити на стене. Не успели, подумали мы. Наверное, с попавшегося мне фотоотчета уже прошло много времени, а вандалы на совесть выполнили здесь свою работу. Возможно, и манекен со всеми колбами тоже украли или сломали. Делать было нечего. Возня где-то поблизости действовала на нервы. Мы решили оставить эту затею и выйти из больницы. И уже возвращаясь обратно, нос к носу столкнулись с другими людьми. Бонжорно. Они вытаскивали сломанную мебель из одной из комнат в коридор и грузили в тележку. Это были не люди в костюмах. Это были обычные рабочие. С нашим появлением они остановили работу и внимательно на нас уставились. Мы там нашли рабочие, мы слышали голос, они нас увидели. Но все было вообще спокойно и приятно. Они просто с переводом через приложение сказали, что надо выйти отсюда. Потому что если главный директор этого здания нас увидит, у нас будет проблем. Вообще они могут позвать полицию и так далее. Они просто были очень добрые. И нам сказали, что они даже выкинули манекан, который мы хотели посмотреть. Вот фото манекана, и вот они сейчас сказали, что они все... Короче, они нам сказали, что они все выкинут. Все вещи, которые вы сейчас видите, через пару лет, пару месяцев больше не будет. Вообще вот. И нам не просто сейчас, как нам должно идти. Потому что, как я сказал, если директор нас поймут, они нас бесят. Так закончилось наше посещение этой больницы. Признаюсь, было немного обидно не застать некоторых комнат и в который раз приходить после вандалов. Ну, что поделать. А сейчас мне хотелось бы познакомить вас с историей этого места. Долгой и непростой. Конечно, эта больница походила на многие другие такие больницы. Но у нее были свои особенности и действующие лица. Здание больницы построили на руинах древнего францисканского монастыря, от которого остался только колодец, расположенный в центре комплекса рядом с церковью. Строение находилось в отдалении от города, окруженное только полями и туманами, чтобы полностью отделить сумасшедших от нормальных, как это было принято на то время. Больницу открыли в 1876 году. На 63 тысячах квадратных метров вырос настоящий город, автономия которого должна была поддерживаться его обитателями. Всего комплекс мог вмещать 1030 пациентов и чуть более 400 сотрудников. Первый пациент перешагнул порог больницы в декабре. Это был 20-летний парень, Бендет Тубе, кузнец по профессии, страдающий от депрессии. Его карточка была первой, поставленной на полку в огромном помещении архива. Ее ему подготовила вторая новоприбывшая пациентка, жена офицера, страдающая шизофренией. Она имела неконтролируемую страсть к архивному делу. Как и все пациенты того времени, люди попадали сюда навсегда, теряя свою личность и права, обмененные на порядковый номер. Пациенты, или правильнее сказать заключенные, должны были работать на благо комплекса каждый день. Они занимались изготовлением и ремонтом обуви, стиркой, редактированием и производством газеты и ухаживали за внутренним садом. Как шутили местные жители, в их трудолюбивом регионе даже сумасшедшие не сидели сложа руки. Хотя работа здесь также считалась видом терапии, социализации и способом не оставлять больных надолго наедине с собой и своими мыслями. В больнице находились люди всех возрастов и с заболеваниями различной степени тяжести. Для самых буйных существовали так называемые ротонды разъяренных, закругленные части здания по бокам комплекса, представляющие собой длинный изогнутый коридор, окончание которого не было видно, с расположенными по одной стороне от него небольшими палатами. Ротонды больше походили на тюрьму, чем на больницу, с их камерами без углов и прибитыми к полу кроватями. Это было самым шумным и самым тяжелым местом больницы. Во всей остальной части комплекса пациенты разделялись по половому признаку, возрасту и заболеванию. До 1960-х годов здесь также существовало отделение для грязных, людей, которые не могли сами себя обслуживать и содержать в чистоте. Их комнаты находились в отдельном крыле, нуждаясь в постоянном уходе. Как и во всех заведениях такого рода, здесь существовал строгий распорядок дня. Подъем, принятие пищи, работа, прогулка во дворе, свободное время. Во времена, когда больница была переполнена пациентами, медсестры начинали укладывать их спать, начиная с 17 часов вечера, потому что им приходилось привязывать их ремнями к кроватям за запястья и лодыжки одного за другим. Лишь в последние годы функционирования больницы ремни заменили на так называемые химические смирительные рубашки, психотропные препараты, оказывающие глубокое седативное действие. Любопытной особенностью именно этого медицинского заведения было то, что персонал здесь общался между собой и с пациентами на собственном диалекте. У них были свои слова и выражения для обозначения тех или иных вещей, чтобы это выглядело максимально корректно и не вызывало недоверия. Так, например, сама больница получила имя Ильбабью, что дословно означает «место, где живут жабы». Наряду с прямым дисквалифицирующим значением «жабы беззащитны, если попадают в ямы и не могут выпрыгнуть, чтобы оттуда выбраться» название носило оттенок благожелательного сочувствия. Особенно, если перед вами застыли картины из ротонды с кричащими в припадках сумасшедшими, которых требовалось связать для общей безопасности. Методами лечения, которые сейчас покажутся нам дикими и абсурдными, здесь тогда были лоботомия и электрошок, а также гипогликемическая кома и пиротерапия. При гипогликемической коме больному вводили дозы инсулина до тех пор, пока он не впадал в кому, а потом выводили его из нее инъекцией глюкозы. Пиротерапия была направлена на поднятие высокой температуры тела, когда происходит усиление иммунитета за счет синтеза антител. Больному делали инъекции молока в ягодицы, что провоцировало абсцессы и вызывало лихорадку. Считалось, что лихорадка оказывает положительный эффект на нервную систему. Если пациентам ничего не помогало и врачи не могли усмирить их, их запирали в камерах ротонды на несколько дней, пока они не ослабнут и не успокоятся. Сумасшедшие либо забавляли людей, либо пугали, но точно никого не оставляли равнодушными, рассказала одна из медсестер, проработавшая в этой больнице два года в начале 90-х. Ее интервью фотографу Джоакома Дони я нашла случайно, и некоторые вещи, которые рассказала эта женщина, очень меня тронули. Хочу поделиться и с вами ее воспоминаниями. Здесь оставались до самой смерти. Никогда не забуду одну приятную женщину, которая умерла в своей постели. Мы нашли ее утром. В комнате ярко светило солнце, и кажется, было лето. У нее не было родственников, чтобы их уведомить о случившемся. Тогда три медсестры купили ей хорошее новое платье для похорон и сами проводили ее в последний путь. Но здесь еще и рождались. В 50-х годах в больницу поступила женщина, беременная на раннем сроке. Никто об этом не знал. Она постоянно подвергалась терапии, актуальной на то время, в том числе и электрошоком. Когда ее положение раскрылось, было уже слишком поздно. Заботу о беременной взяли на себя монахини. Девочка родилась живой и сразу попала под их крыло. Не знаю, если ей позволяли контактировать с матерью, но она так и осталась жить в стенах комплекса. Я познакомилась с ней, когда ей было 40 лет. Это была очень миниатюрная женщина с маленькой головой, поведение которой напоминало поведение маленькой девочки. Наверное, таковой она себя и считала всю жизнь. Она не любила носить одежду, постоянно снимала ее и ходила голая. Бегала, сидела с поджатыми ногами, улыбалась и молчала, пребывая, видимо, в своем мире и никого не замечая вокруг. Что оставило наибольший след в моей душе во время работы в больнице? Наверное, это женщины, которые находились здесь. Я была свидетельницей того, как даже в таких условиях женственность борется за выживание, хотя бы через завиток в волосах или краску, маскирующую седину. Словно забота о своем внешнем виде была их последней точкой опоры в новом мире, наполненном бесконечными душевными страданиями, оказавшись в котором, казалось бы, тебя уже ничто другое не должно волновать. А что было самым болезненным в тот период? Наверное, это видеть приходящих по выходным родственников. Хоть большинство пациентов были пожилыми, у некоторых помоложе все еще были родители, чаще всего матери. И боль матерей, приходящих проведать своих детей в такое место, была самой вообразимой для меня. Боль пациентов же оставалась слишком далекой и непонятной в своей глубинности. Обычно визиты происходили по воскресеньям, и дорогу, ведущую к больнице, в простонародье называли «аллеей позора». Родственники приезжали к своим близким и шли по ней с глубоким чувством стыда, ясно выраженным на их лицах. Смотреть на это было мучительно для всех. Матери, многие из них теперь старухи. Помню одну, согнувшуюся на палке, больше не в силах передвигаться самостоятельно, поэтому всегда в сопровождении. Все они что-то приносили своим детям, какие-то безделушки, воспоминания из детства, что-то очень личное, что хранят только матери. Обычно они оставались совсем недолго. Неловкий обмен взглядами и короткие диалоги, если они были возможны. «Почему ты плохо вел себя?» Они расспрашивали медсестер о поведении своих детей за прошедшую неделю, а потом разговаривали с ними, как учителя с провинившимися школьниками. Смотрели на своих детей грустными и растерянными глазами, качали головами, вздыхали, отпускали ироничные или извительные комментарии по поводу сложившейся ситуации. Как много подобного должно быть выслушали от них эти люди еще в детстве, при первых же признаках поведения, отличного от нормального. Знаете, очень часто в чувстве вины виновата именно мать, хоть и не только. Тем не менее, они приходили проведать сюда своих детей, потерянных, но все еще живых. Сколько из них вышли потом за ворота раздумывая, вернутся ли они сюда еще раз когда-нибудь и еще? Когда больница просуществовала почти сотню лет, в 1978 году был принят закон Базальи, запрещающий существование таких заведений. Но окончательно закрылась она только спустя 20 лет. Это время понадобилось на то, чтобы распределить пациента в другие больницы или вернуть обратно в семьи. С принятием закона жизнь в лечебнице радикально изменилась. Устаревшие методы лечения были полностью упразднены, а новые применялись с осторожностью. Но самое главное, больных снова начали считать за людей, которым нужна помощь. Если раньше, попадая сюда, они были обречены когда-либо выйти за ворота, а отношение к ним сводилось лишь к тому, чтобы поддерживать этих людей в спокойном состоянии, то сейчас все методы были направлены на лечение. Пока я искала информацию про это заведение, мне попалось интервью с тогдашним и последним главным врачом больницы, журналистки по фамилии Сернаджотту. И мне кажется, это будет вполне интересно и уместно, если для иллюстрации сложившейся ситуации я приведу здесь некоторые из его ответов. Когда приняли закон базария, я занимал пост главного врача, и на мои плечи легла вся ответственность. В последующие годы я должен был закрыть больницу и открыть ворота для всех наших пациентов, число которых на тот момент превышало тысячу человек. Потому что у нас в Италии мы сначала принимаем законы, а потом думаем, каким образом нам надо их исполнить. Но я был и остаюсь всецело за принятую реформу. Это следовало сделать еще давно. Я пришел работать сюда в начале 60-х, попав в настоящий город в городе. Здесь были все – сапожники, парикмахеры, повара. Разве что хорошего пекаря не хватало. И я хорошо помню, какой больница была до реформы и как сильно изменилась после. Теперь, после утверждения закона, мы не могли больше брать новых пациентов, а старых должны были распределить по обычным общим больницам или вернуть обратно в семьи. Проблема в том, что ни там, ни там не хотели принимать этих людей. В ближайшей городской больнице, например, под это дело выделили всего 4 койки в подвале. Когда нам удавалось вернуть людей в семьи, наши сотрудники наведывались к ним дважды в неделю, чтобы убедиться, что все в порядке. Но проблема была еще и в том, что не все пациенты хотели возвращаться в общество. Они боялись его и не были готовы заново восстанавливать контакт с позабытой ими реальностью. За это время случилось несколько самоубийцев. Всего на то, чтобы больница опустела, у нас ушло около 20 лет. Кто-то продолжил лечение в других заведениях, кто-то вернулся домой, а кто-то так и закончил жизнь в наших стенах. Сказать по правде, последние годы существования больницы были очень даже неплохи. Настолько, что бывшие пациенты даже создали ассоциацию, которая получила право возвращаться сюда, когда они хотели, чтобы проводить свои собрания и дружеские посиделки. Дело в том, что мы начали менять структуру и порядок в больнице еще за пару лет до принятия закона Базалья. Например, в 1975 году мы окончательно закрыли ротонды. Мы прекратили изолировать больных и впервые в столовой выдали им два прибора – нож и вилку, потому что до этого в целях безопасности они всегда ели ложками. Замечали ли вы на архивных фото, как мужчины постоянно держат свои штаны? Все потому, что по тем же соображениям им не выдавали ремни. А еще мы наконец-то поняли, что основная причина агрессии между пациентами – это нехватка места, нехватка свободного пространства. Когда они выполняли упражнения в зале площадью 100 квадратных метров, их самих было около 100 человек, и стоило только кому-то случайно задеть другого, могла вспыхнуть потасовка. Пациентов было здесь слишком много, почти 1200 человек, хотя изначально больница была рассчитана на 1030. Теперь мы поняли, что необходимо обеспечить им достаточно пространства, и не только в квадратных метрах. Тогда мы открыли для них бар, театр и даже запустили местный журнал, над которым они сами стали работать с помощью медсестер. А еще мы наконец-то объединили их, мужчин и женщин вместе. Мы придумали также, что они могут объединяться и по географическому признаку, по городу или по региону, чтобы чувствовать себя больше, как дома. Но что было невиданно ранее, мы начали открывать свои двери наружу и приглашать в гости обычных людей. Революционным стал вечер, когда в больницу с концертом приехал очень популярный на то время итальянский бард, и сюда впервые вошли нормальные люди. Тогда и для них стало открытием, что в наших стенах живут не звери, а такие же люди, просто со своими страданиями. В дальнейшем эта практика продолжилась за счет театральных постановок, которые устраивали пациенты. Теперь, после долгих десятилетий ужаса, царившего в больнице, наступило другое время, приятное и полное надежд. Нам всем тогда стало гораздо легче, и я очень рад, что был причастен к этому. Психиатрическая больница закрылась в самом конце 90-х годов. Когда стали перебирать архив, то насчитали более 17,5 тысяч карточек, что говорило о количестве пациентов, прошедших через заведение за все время его функционирования. Сейчас комплекс, заброшенный около 25 лет, принадлежит муниципальной больнице, использующей всего лишь одно здание и до сих пор не знающий, что делать со всеми остальными. Пустые поля, изначально окружавшие больницу, заполнил разросшийся городок из 40 тысяч жителей, зажав комплекс между жилыми домами, магазинами и спортивными стадионами. Несколько лет назад еще были разговоры о том, чтобы переделать пустующие помещения в дом для престарелых, но в итоге решено было выстроить его с нуля, всего лишь в нескольких сотнях метров от заброшенной больницы. История психиатрической лечебницы – это в первую очередь истории живших здесь людей, пациентов и работников. Тысячи судеб и тысячи тысяч историй. Мне удалось найти некоторые, и тремя из них, произошедшими в разное время функционирования комплекса, мне бы хотелось поделиться и с вами. Хоть эта больница считалась одной из самых безопасных и контролируемых во всем регионе, был один пациент, который умудрялся сбегать отсюда каждую субботу и также незаметно возвращаться. Выяснилось это только спустя несколько месяцев. Его прозвали сумасшедшим танцором ринга из-за его неконтролируемой страсти к танцам. Он мог танцевать где угодно и как угодно, не обращая внимания на окружающих. Это сейчас больница находится посреди разросшегося города, но во времена ринга ее все еще окружали поля и туманы. Каждую субботу он сбегал отсюда, чтобы попасть на городские дискотеки, только одному ему известным маршрутом, а может быть, каждый раз используя разные. До города он доходил пешком или ловил попутку, когда это было возможно. Танцевал всю ночь и возвращался обратно, как ни в чем не бывало. Пока однажды на одной из дискотек его не узнал работающий в больнице медбрат. Ринга тогда ускользнул от него, но попадая обратно посреди ночи в больницу, прошел через главный вход. «Кто здесь?» – спросил вахтер. «Это я», – просто ответил ринга. После этого случая выяснилось, что ринга бывал на дискотеках каждую субботу, и никто об этом даже не догадывался. В последующей неделе за ним стали постоянно следить, но выяснить тайну его побегов так и не смогли. Ее звали Адель. Это была девушка из богатой знатной семьи, пережившая бомбардировки во время Второй мировой войны. Ее семья выдала ее замуж по принуждению за генерала, от которого она родила дочку, но вскоре муж ее бросил. Тогда Адель снова выходит замуж, и история повторяется. Она рожает второго ребенка, а новый муженек крадет ее деньги и исчезает за горизонтом. Оставшись одна, Адель в отчаянии обращается за помощью к своей тетушке, с которой никогда не ладила, видя в ее авторитете свое единственное спасение. Именно эта тетя госпитализирует ее в психиатрическую лечебницу, когда Адель начинает проявлять признаки неуравновешенности и пытается устроить пожар в доме. По крайней мере, это была версия авторитетной тети. Адель попала в больницу в 60-х годах и подверглась длительной терапии электрошоком и другими методами, сейчас запрещенными. Электрошок не лечит ее, а делает полностью глухой. В больнице ей доверяют работу в архиве. Она занимается упорядочением карт. Одна из них ее собственная. В конце 70-х она оказывается в одном шаге от свободы. После принятия нового закона в психиатрии больницу расформировывают, и главный врач предлагает Адель вернуться домой свободной женщиной. Уже многие годы ее поведение не доставляет никаких неудобств. Но именно в этот момент, когда история, казалось бы, имеет счастливый конец, все снова разбаливается. Предложение уйти вызывает в ней панику, и у Адель случается рецидив. Она вдруг начинает слышать голоса, пытается поджечь больницу и погибает сама. Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. Помните эту статую из Гарри Поттера? Мне кажется, она как ничто иное подходит к истории, произошедшей в стенах этой больницы. В коридоре рядом с ротондой отверженных на одной из неприметных дверей висит изображение разноцветной птички. Она сидит на ветке, оканчивающейся цветами, а сверху над ней висит красное сердце с двумя написанными в нем именами – Луиджина и Марио. Еще до того, как приняли закон, эти двое пациентов, Луиджина и Марио, встретились взглядами неподалеку от печально известной ротонды. Каждый из них – герой собственной драмы, приведшей их в такое ужасное место. Каждый из них пережил тяжелые испытания, которые, казалось бы, должны были вычеркнуть счастье из их жизней. Но случайно столкнувшись взглядами, они запомнили друг друга, чтобы потом отыскать. Условия в больнице начали меняться еще незадолго до принятия закона. И тогда Луиджина и Марио смогли начать свои отношения. Их первые встречи были в той самой комнате, сейчас отмеченной разноцветной птичкой. Больницу расформировали, пациентов переводили, перевели и влюбленных. Вскоре они оба стали свободными людьми, получили обратно свои права и поженились. Это была простая и веселая вечеринка, как вспоминают пришедшие гости. Но они не смогли забыть место, где родилась их любовь. Среди криков, боли и отчаяния, искалеченных судеб и сожаления, прямо как в лапках у птички на двери, пророс ее цветок. Администрация больницы выдала им ключ, чтобы в любое время они могли возвращаться сюда и, взявшись за руки, снова сидеть на старом диванчике у окна. Сейчас их обоих уже нет в живых. Марио заболел и умер, а Луиджина практически сразу последовала за ним. Прямо как в идеальных историях любви, где вместе это значит до конца. К сожалению, красивая история Луиджины и Марио ушла вместе с ними. Вот какой мы застали их комнату, когда впервые сюда приехали. На тот момент мы ничего о них не знали. Это просто была очередная комната, которая привлекла наше внимание. А вот такой мы застали их комнату, когда вернулись сюда спустя несколько месяцев вместе с Вадимом. Рабочие расчистили ее, а вандалы вышибли дверь. Но цветная птичка на ветке все еще осталась на своем месте. Еще пару лет назад пустые коридоры комплекса рассказывали историю последних дней его функционирования. Теперь же стены покрыты граффити, а часть комнат завандалина местной молодежью. Сейчас помещения полностью очищают, вывозят оставшиеся вещи в больших железных контейнерах. Но что дальше будут делать с опустевшими зданиями комплекса, пока непонятно. Спасибо вам, друзья, что вы посмотрели этот длинный выпуск. Надеемся, вам было интересно. Будет здорово и приятно, если вы не забудете поставить лайк этому видео. Ну и, конечно, обязательно подписывайтесь, если вы еще не с нами. Будем исследовать заброшенные места вместе. Добавляйтесь к нам в соцсетях, приобретайте нашу книгу о заброшенных местах. Все ссылки есть в описании к данному видео. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok